Девушки отдыхают 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 как лекция. Я думаю, что это будет просто разговор с подготовленной публикой и заинтересованными, я надеюсь, студентами, которые планируют работать в профессии, которые хотят что-то новое узнать и попробовать то, что возможно они не пробовали, узнать какие-то рамки. По поводу вопроса, естественно, мне кажется, что все зависит от, в хорошем смысле слова, амбиции. Если у журналиста есть амбиции и желания, то он заинтересован в том, чтобы профессионально расти. Я заметил, что я живу в Сыктывкаре, я часто бываю в Кирове, в других городах не столичных и ситуация такая, что есть журналисты, которые работают в регионах, которые скажем так, не ставят себе цели быть успешными на уровне России, условно говоря, потому что ты пишешь какие-то тексты, репортажи, берешь интервью на уровне своего города, своего региона, они заметны и так далее, но это все остается внутри региона. И эта история важная и частная для этого города, но совсем немного тех людей, которые хотят построить, скажем так, карьеру, сделать себе имя, репутацию и так далее. Это как раз связано с амбициями. И вот как раз жанр расследования журналистского предполагает большую работу, большую, растянутую по времени, затратную по усилиям, по деньгам, ты, не знаю, едешь в командировку или заказываешь экспертизу какого-то, не знаю, сколько мяса в колбасе. Вот такое расследование, к примеру, было в Калининграде замечательное, когда в городе, где много производителей мясной продукции, журналист задался вопросом и в итоге взял на экспертизу несколько экземпляров колбас местных производителей и отвез их в Москву на экспертизу. И дальше начал, собственно, в этой теме копаться, разбираться. И вот, скажем так, такие тексты, они зачастую выстреливают на уровне России, они заметны, на них ссылаются федеральные издания, там их перепечатывают или делают ссылки, не знаю, РБК или Эхо Москвы федеральное или Медуза и так далее. И здесь как раз там упирается в то, что человек хочет себе имя, хочет репутацию, в хорошем смысле слова хочет признания, и это, ну, в смысле я считаю, что это замечательно. И таких людей немного сейчас, к сожалению. К сожалению. А как ты думаешь, востребованы ли сейчас журналистские расследования? Здесь, ну, как бы... Публика-то, она не востребована? Здесь я не хочу отвечать, скажем так, вот я считаю, что они там востребованы или не востребованы. Нужно смотреть на цифры. Просмотры на вашем сайте, прочтение, не знаю, тираж газет, если это печатное издание, отклик в социальных сетях. И мы видим, что игра в расследование, в хорошем смысле слова игра в расследование, это долгая такая игра, потому что может получиться так, что с одной стороны вы получаете большое количество ваших читателей, которые приходят к вам на сайт и, не знаю, делают репосты и обсуждают это и так далее. Возможно, этого не происходит, но здесь другая вещь происходит. Вы просто работаете на свою репутацию серьезного издания, издания, которое позволяет себе тратить большое количество усилий на подготовку одного текста, и это может быть месяц, два, три, и тогда читатели замечают. Если вы помните до того, как сменились собственники в РБК федеральном, был какой-то момент, там, не знаю, год, когда все стали ассоциировать издание РБК с изданием, которое готовит лучшие расследования. И это просто результат того, что пришел новый главный редактор и поставил цели, и команда начала разбираться в очень серьезных проблемных коррупционных темах. И все, тем самым они заработали себе репутацию, и после этого, к сожалению, собственники сменились, и политика издания сменилась. Да, надо тратить время, надо тратить усилия, и вот вы получаете такой эффект. Возможно, это не сразу, а возможно, такой длинный хвост, когда репутация начинает уже работать на тебя. Давайте спросим наших слушателей 211-101. 211-101, вы нуждаетесь в том, чтобы появлялись журналистские расследования по разным темам, начиная от того, сколько мяса в колбасе, и заканчивая делами строительных компаний, например, по парку Победы, вот сейчас снова поднимается у нас тема, как администрация продавала, как за такие деньги продала, почему в итоге продала, почему сократился парк, и зачем там сейчас такое-то строительство, кто был интересант, и прочее. Нуждаетесь ли вы в таких расследованиях? Есть они в Кировской области, в кировских СМИ? Не хватает вам их? Или вы прекрасно без них живете? Новостей вполне достаточно, или, например, обсуждений на волнах нашей радиостанции 211-101. Ну, вспомним, давайте, кто в Кирове занимался журналистскими расследованиями. В свое время это был очень популярный здесь жанр, на нем специализировалась газета «Вятский наблюдатель», в частности, очень активно старый-старый наблюдатель. Лена Овчинникова очень часто занималась журналистскими расследованиями, и вот сейчас, мне кажется, что практически никто этим не занимается. Может быть, я ошибаюсь, и вы мне подскажете что-то другое, расскажете. Но самое важное, вам они нужны, вот такие большие серьезные материалы, где докапываются до сути, цифры приводят, связи находят журналисты, или нет, достаточно вот просто новостей. Звоните. А я думаю, для тех, кто подзабыл, что такое журналистское расследование, в нескольких словах, я думаю, стоит напомнить. Канон — это такое классическое журналистское расследование. С чего оно состоит, Максим? Мы внутри своей редакции, в смысле, редакция — это не только Киров и другие регионы. Я напоминаю, интернет-журнал 7 на 7. Карелия, Коми, Мариэлл и так далее. Мы садимся, обсуждаем как раз какие-то важные ключевые темы, которые нам бы было интересно расследовать. Раскрутили, да. Естественно, расследование состоит из самой темы определения. А дальше очень интересно, важно, когда журналисты выстраивают гипотезу или гипотезы, почему какая-то вещь происходила, кому это выгодно и кому это невыгодно, чем это выгодно и чем это невыгодно. И дальше там начинается сбор информации, к примеру, первичный сбор информации. Там, не знаю, журналисты отправляют запросы, идут в поля, разговаривают с экспертами, заходят в базы данных и смотрят, кому принадлежит та или иная компания, есть ли аффилированные лица, кто из чиновников, родственников так или иначе связан с этими людьми. Дальше это все анализируется, сопоставляется, иногда человек врет, который тебе давал комментарий, ты видишь это из бумаг, иногда бумаги врут, а человек тебе говорит правду, и ты должен это все сопоставить. Информация все собирается. Журналист, ну, в смысле, основная часть работы заканчивается в тот момент, когда журналист, ну, скажем так, находит отправные точки, основываясь на документах. Ему становится понятно, кто прав, кто виноват, кому это выгодно. Дальше, самая интересная, самая любимая моя часть расследования, это так называемое генеральное интервью, когда вы понимаете, условно, кто злодей, и вы идете к этому человеку со списком вопросов, почему, что и как. Добиться этого очень сложно, в смысле, комментарий, потому что, ну, вы, например, если вы тратите на это два месяца, отправляете, к примеру, в мэрию, в правительство области запросы, то уже все понятно, почему к какой-то теме интереса эти люди уже тоже начинают готовиться к этому. Зачастую, как правило, вот эти условные злодеи, ну, там, не соглашаются на интервью, или это как-то в письменном виде приходится решать, ну, хотя отсутствие генерального интервью, это тоже ответ, да, и так далее, когда у вас уже есть ответы, основанные на документах. Ну, и дальше проверка, юридическая проверка, потому что это тоже очень важно, важно сказать правду, и при этом не допустить юридических рисков для вашего издания, потому что одно неправильно сформулированное слово, человек пойдет в суд, это деформационные риски, ну, в смысле, там, клевета, еще что-то, любую статью назовите, связанную с деформацией, ну, и, собственно говоря, публикация, архивирование тех данных, которые есть, и так далее. В качестве примера, вот, генерального интервью, значит, моя коллега из Карелии, Аня Яровая, она в январе месяце, в этом месяце получила премию от коллеги, как раз за расследование по мемориалу Сандармох в Карелии, по, значит, вот, мемориал, где расстреливали людей во времена советской власти, и уже больше года длится уголовное дело, историка Юрия Дмитриева, которого... Мы читали эту историю, да. Да, и, собственно, получилось так, что местные власти попытались, скажем так, там, сместить акценты в этой истории, и Аня, значит, проделала большую работу, полугодичную, опрашивая экспертов, пытаясь понять, где правда лежит, да, почему можно или, наоборот, не нужно верить тем заявлениям, которые звучали с официальных трибун. Сейчас прервемся на полминуты и продолжим. Напоминаю, у нас в студии Максим Поляков, заместитель главного редактора межрегионального интернет-журнала 7х7. Есть ли место журналистским расследованием в современной журналистике, да, и вообще в этой жизни? Мы обращаемся и к вам, слушатели 211, 101, слушатели, которые здесь, в Кирове, находятся, вам, вы испытываете недостаток в журналистских расследованиях? Важны? Вы хотите их снова читать, видеть, слышать? Может быть, они есть? Это я просто как-то на них не натыкаюсь в нашей прессе. Хотя я тут вспоминаю, что у нас не журналистские, а блогерские, скорее, расследования, на них специализируется Виталий Брам. Ну, да. Мы можем, похоже немножко, Чего стоит там история про АТП, про танковое топливо И управляющие компании Ленинского района. Да, прервемся на полминуты. Заместитель главного редактора межрегионального интернет-журнала 7х7 Максим Поляков в студии нашей радиостанции. Мы говорим о журналистских расследованиях и спрашиваем вас, слушатели, испытываете ли голод по поводу журналистских расследований. Есть они у нас в регионе, например? Скучаете вы по ним? Может быть, вы читаете их где-то? Рассообщите нам. Мы об этом не знаем. 211-101. Ну, и можете задавать вопросы и высказывать свое мнение в нашем эфире. Пожалуйста. Максим. Да, я хочу закончить мысль про свою коллегу Аню Яровую. Она делала расследование по строительным компаниям, которые жилье строят в Петрозаводске. И, значит, финальный этап был генеральный интервью. Она пришла к офису компании. То есть она писала, звонила, что придет. В итоге пришла там домофон, и она пыталась взять интервью по домофону, условно говоря. Ну, на безрыбье, как говорится. Но это было забавно. Это было видео, когда человек по домофону ей пытался что-то ответить и так далее. Да. Я думаю, что все, конечно, зависит от региона, от количества людей, которые живут, не знаю, там в республике Коми. Мне кажется, так же, как и в Кирове. Это, скажем так, это большая такая гэп пропасть. То есть давно не было расследований. И мы стараемся эту нишу восполнить. То есть не сказать, что у нас много-много-много расследований. Но когда у тебя работает в регионе один человек в штате и на подхвате кто-то, очень сложно распределить нагрузку. Да, да. Это и есть такое. Да, да. Но все-таки мы стараемся находить время, возможности, усилия. Мы приведем пример, на самом деле, журналистского расследования, которое ты нам летом рассказывал по поводу нефтяных разливов, которые вы производили там у себя в Коми. Потому что это большой вопрос, на самом деле, экологические проблемы в Коми. Кировчане мало об этом знают и даже не подозревают, что там такая история происходит. Но давайте примем сначала. Кого-то зацепило наше всем. Алло, добрый день. Алло. Алло, говорите. Алло, добрый день. Ага. 211. Набирайте еще. Попытайтесь снова. Ну, я только хочу сказать, что интернет-журнал 7 на 7 это как раз тот самый источник журналистских расследований из разных регионов нашей страны, которым вы можете пользоваться. Мы часто этим пользуемся и часто подключаем коллег, которые работают в Кировском регионе, для комментариев, но не по журналистским пока расследованиям, а по различным родам акциям, которые происходят снаружи. Просто тоже поясню. Нас часто спрашивают, у вас журналист был на той или иной акции? У нас такая же проблема. В штате не стало достаточно количества журналистов, чтобы их высылать в поля, и нам проще коллег подключить, чтобы в эфире это прозвучало как можно быстрее. Солидарности сильнее репрессии. Да, у нас такая синергия получилась. То есть объединяются журналисты из разных СМИ. 211-101. Нужны ли вам журналистские расследования? Так вот, давайте вернемся к истории с нефтеразливами в Коме. Расскажи, пожалуйста, как вот это журналистское расследование вы делали? Тоже ведь не один день на это потратили? Ну, здесь несколько частей. Проблема с нефтеразливами в Коме большая, хотя, возможно, не такая большая, как в Сибири, где заливают тайгу на очень большую территорию. Но все-таки в Коме на севере есть такой Усинский район. Это нефтяной район. Собственно, город Усинск появился, потому что там стали добывать нефть. И компании, которые там работают, их несколько, они работают не очень хорошо. Нефтепроводы старые, которые им достались в наследстве, гораздо проще, когда происходит нефтеразлив, закопать его, не по правилам рекультивировать землю и так далее, чем проложить новые трубы на протяжении многих-многих километров. Это большой законодательный вопрос. Штрафы за это маленькие. Проще потратить совсем большое количество денег, чтобы фактически закопать. И вот местные жители борются с этим. И мы подключаемся, когда происходят какие-то совершенно вопиющие случаи. Их было несколько крупных нефтеразливов, когда нефть попадала в реки. То есть это по бассейну приходило в реку Печору, которая одна из крупнейших на севере. Местные жители, получается так, что 15-20 лет назад не было нефтяников, и сейчас они не появились. Земля загрязнена. Они не могут ловить рыбу. В смысле, они могут ловить, но не могут есть, потому что она зачастую пахнет керосином. Они теперь перестали собирать ягоды, грибы, потому что можно отравиться, и скотина болеет. Что в этой ситуации делать? Естественно, каким-то образом понимать, кто во всем в этом виноват. Полтора года назад был очень крупный нефтеразлив, и нам все говорило, все указывало на то, что официальные данные, они занижены. Площадь загрязнения занижена, и количество пролитой нефти занижено. Ну, в общем, мы поехали в этот город Усинск, сели в машину и поехали еще 100 километров непосредственно к месту, где, собственно, произошло это ЧП, и туда нас не пустили. То есть мы пытались пройти, нас не пустили, потому что это все охраняется. Но мы отъехали на полтора километра и запустили дрон, и сняли, собственно, масштаб вот этого ЧП... Пятно вот это. Пятно, да, с неба, чтобы потом сопоставить официальную площадь загрязнения с тем, что мы увидели, просто пересчитав по метрам, да, сколько это всего. Закончилось все дело тем, что сначала охранники, охранное предприятие попыталось как-то на нас надавить. Они приехали, не увидели, что в итоге что-то летает наверху. Я думала, что их дрон увидел, ваш дрон захватил, локацию определил вашу. Это было, конечно, сейчас это можно иронизировать, это весело звучит, но тогда это было совсем не весело, потому что ты находишься в 100 километрах от города в Тундре, и к тебе приезжают такие ребята широкоплечие, и говорят, что сейчас вы никуда отсюда не уедете, и технику мы вам там, не знаю, заберем, сломаем, и никогда вы больше не увидите. Но, в общем, мы как-то смогли договориться с тем, мы им доказали, у нас были бумаги на руках, распечатки о том, что мы имеем право здесь находиться, и по закону, в смысле, Тундра это ничья территория, это не охраняемая территория, никаким образом мы никому не мешаем. Но когда мы поехали в город, они ехали 100 километров за нами, а в городе нас приняла полиция, был осмотр машины, полиция пыталась забрать у нас технику, и, в общем, это было 2,5 часа таких переговоров со звонки адвокатом, о звонке нашим коллегам в федеральных СМИ, потому что, ну, это как-то, в смысле, это, мягко говоря, неправильно, когда журналистов задерживают и пытаются изъять технику за их выполнение. — Под каким предлогом-то они хотели это все забрать? Чего вы нарушили? — Нет, предлога не было. Мы сейчас забираем технику и проверяем ее, не знамо на что, а потом вы через 2 недели, не знаю, приезжайте сюда, забирайте, когда мы ее проверим. И только благодаря тому, что, еще раз, мы более-менее были готовы к такой ситуации, хотя все равно это ЧП, и ссылки на законы приводили. В итоге мы вышли оттуда и с техникой, и сами оттуда вышли, и нас не стали задерживать. И в итоге мы опубликовали, собственно, этот текст о том, каков реальный масштаб этого ЧП, и почему это не стыкуется с официальной информацией, кому это выгодно. — Какие результаты? Как отреагировали на ваше расследование? — Ну, вы знаете, спайка региональных, это мое мнение, спайка региональных властей и нефтедобывающих компаний, она настолько сильна, потому что это гигантское количество налогов, региональный бюджет, что власти, естественно, идут на уступки местным властям, местным компаниям, которые работают, и они по минимуму стараются минимизировать какой-то ущерб, и, скажем так, создать преференции для их работы. И сколько бы там люди не, ну, в смысле, сколько бы журналисты в это поле не били, на региональном уровне ничего не решается, потому что все уходит наверх. Но это не значит, что это не нужно делать. И здесь гораздо больше коммуляционный эффект был достигнут тем, что это расследование увидели местные жители, которые потом стали в течение года выходить на митинги, и у нас была такая длинная история с референдумом. Местные жители трижды выносили в региональный парламент предложение провести региональный референдум о запрете использования нефтепроводов старше 20 лет. Это как раз итоги многих-многих, это не только этого расследования, о многих-многих текстах, которые показывали о том, что вот эта политика добычи нефти, она зачастую связана с экологическими угрозами, говоря языком документов. Проще говоря, мы перестали ловить рыбу, и мы не можем нормально собирать ягоды. И трижды под разными предлогами мы отказывали. В этом запросе местных жителей было в запросе на референдум три пункта, и два, то есть третий пункт так и не состоялся пока на данный момент. Но два пункта все-таки были выполнены, потому что это было колоссальное общественное давление на региональные власти. А что именно это? А там, значит, в октябре 2016 года новый губернатор, после ареста старого губернатора, похожий на ситуацию, подписал указ о слиянии Министерства промышленности и Министерства природных ресурсов. То есть это два министерства, которые одно получают бумаги на добычу, нефть, а другое должно вроде как контролировать добычу и контролировать экологические нормы. Так получилось, что в новом монстре, который образовался это крупнейшее министерство, главный был министр промышленности, а бывший министр природных ресурсов стал его подчиненным. И фактически о каком-то контроле говорить, даже пускай формально, мы понимаем, что это глава одной гидры, но все-таки каком-то давлении общественном здесь не приходилось. Они добились того, что указ отменили два министерства с 1 января 2018 года, спустя год, два месяца опять разъединились и работают. Прямо сейчас. Это с 1 января произошло. То есть это большая победа общественности. Второй пункт. Сейчас я быстро не вспомню. Ну и третий пункт, это все-таки самый главный запрет использовать оборудование старше 20 лет. Да, да. Но вот сейчас общественники думают над тем, каким образом поступить в этой ситуации, потому что сразу же после того, как третий раз отменили разрешение на проведение референдума, региональные власти приняли новый закон о том, что теперь подать заявку на проведение такого референдума на уровне региона может инициативная группа не из 10 или 20 человек, а нужно 100 человек. То есть они сразу же стали подстраховываться, чтобы когда 20 человек собирали заявку, то там поодиночке вызывали людей, которые подписали, угрожали увольнением с работы, лишением всяких разных статусов и так далее. Писали об этом тоже? Естественно, естественно. То есть эти люди как раз, понимаете, они в такой ситуации, что они не могут молчать, они там будут жить, там их дети собираются жить, они все нефть добудут, когда они через 20-30-40 лет закончатся, они оттуда уедут и оставят после себя выжженное поле. Поэтому люди уже дошли до такой степени, что они не готовы молчать больше. А эта инициативная группа, она сама-то не имеет отношения к нефтедобывающей промышленности. То есть они не на этих предприятиях работают? Там по-разному бывает. Естественно, что некоторые люди, которые живут в этих местностях, они некоторые там работают и они видят. И зачастую иногда это, скажем, это источники нашей информации, которую мы прячем, потому что они все-таки заинтересованы. Дело не в том, что, ну как бы, дело не в моральном конфликте. Ну, то есть я тут работаю и тут же я там сливаю информацию с журналистом о каком-то гадости, которая происходит на предприятии. Ведь нормально же добывают нефть в Норвегии без экологических происшествий или в США на севере или в Канаде без экологических происшествий. Эти люди хотят, чтобы пускай добывают нефть. Все понимают какие-то налоги, все понимают о том, что заключены социальные контракты между нефтяной компанией и муниципалитетом, где они живут. И там, не знаю, строятся дворцы культуры или что-то там, не знаю, детские сады и все остальное. Но только давайте мы будем это делать без разливов. Делайте это, исправляйтесь, перекладывайте трубы. Да, прервемся сейчас буквально на полтора минуты у нас реклама. Напоминаю, мы беседуем с заместителем главного редактора межрегионального интернет-журнала 7х7 Максимом Поляковым. Продолжаем нашу беседу с Максимом Поляковым, заместителем главного редактора межрегионального интернет-журнала 7х7. У нас остается не так много времени. Итак, более подробное знакомство с ресурсом будет. Давай еще раз все-таки напомним, что сегодня вечером в галерее прогресса Максим всем заинтересованным лицам расскажет про журналистские расследования, побеседует и ответит на вопросы. Потому что мне все-таки кажется, что эта история в Кировской области должна снова возникнуть. И такие внимательные журналисты и блогеры будут снова производить такие материалы, продуманные, глубокие, подтвержденные фактами и прочим. Надо же сказать, что новая технология информационная приходит на помощь журналистам сейчас, потому что расследование это не много-много-много печатного текста сейчас, не только это, это и видеосъемки, и фотографии, и любой график, все. Сейчас это гораздо интереснее, масштабнее, и так объемнее можно все смотреть, читать, и все эти техники сегодня тоже ты будешь описывать, я так понимаю. Да, да. Короткая иллюстрация. Я писал в прошлом году большой текст по поводу пешеходной инфраструктуры в городе Сыктывкаре. Мягко говоря, она ужасная, там 5 лет или 6 лет назад положили брусчатку, она через год рассыпалась, и 5 лет все ходили по развальным. По развальным. По развальным. И, собственно, моя цель была узнать в том, кто это положил, кто это контролировал, кто на это деньги давал, и почему это не исправляется. Но в итоге там такой сумбур был, что я пишу запрос в мэрию, говорю, вы скажите, вот это же муниципальная земля, кто, в общем, 6 раз мы с ними переписывались в течение 2 месяцев. Они в итоге нашли информацию, что все-таки они 4 раза не признавались, что это они клали брусчатку. На 5 раз они нашли эту информацию, сказали, что на центральной улице мы положили брусчатку, а площадь этого места или нескольких мест 77 квадратных метров, но где именно, мы не знаем. То есть это бардак в мэрии, я сразу этот скрин поставил в расследование. И закончилось дело тем, то есть я целенаправленно в течение 4 месяцев при удобной возможности задавал вопросу мэру, что происходит. Просто скажите, как вы к этому относитесь? Вы, наверное, нормально относитесь к этому, но в смысле, раз вы ничего не делаете, значит вас все устраивает. И в итоге, я уж не знаю, выбор или, наверное, то, что на носу или, возможно, все-таки это как-то был бы престижен мэр, в хорошем смысле слова. Ну вот, ремонтная компания, сейчас они изъяли из внебюджетных средств 15 миллионов и ровно половину улиц переложили. И моя задача была как раз, ну вот, то есть вбить вот именно в эту точку, в эту точку, показать масштаб. И мы, я и две мои коллеги, мы две недели обошли все центральные улицы, про которые мы писали, посчитали количество сломанных, выколотых этих брусков, сделали карту. Около этого дома не хватает 367 брусков, около этого дома не хватает 1067 брусков. А общая площадь это 4 дорожки 50-метрового бассейна в центре города, где нет ничего, где ямы. И вот как бы это сработало. Это, к слову, о том, какие технологии нужно, да, пытаться визуализировать, представить. Ну вот смотри, давай расскажем все-таки про ваше издание. Сразу слушателям скажу, что это действительно межрегиональное такое издание. И есть тычка в шапке сайта 7х7 Defice Journal, где вы можете нажать на тычку «Регион» и увидеть карту Российской Федерации, все регионы представлены и цветом выделены те регионы, где 7х7 присутствуют, работают журналисты, публикуют материалы, блогеры публикуются. Ткировская область там тоже есть в самом центре, петушок наш вот такой, он там светится, я регулярно, ну ежедневно не по разу туда захожу, вы тоже можете это сделать, но мне всегда интересно, правда, смотреть, как прибавляются регионы на этой карте, потому что совсем недавно это были вот, ну вот это было 4, 4, да, и все. А теперь уже там Дальний Восток, Сибирь, Север практически весь, европейских регионов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять вместе из Кировской области, есть и Коми 11, там, да, смотреть, и видеть мнение, читать мнение людей из разных регионов, читать журналистские расследования, там, читать, а что происходит, единовременная картина, например, как в воскресенье была акция, да, забастовка, избирателей, можно было сразу посмотреть, потому что тут же скидывается материал из разных регионов, где что происходит, там, видишь, как Архангел-Городцы водят хороводы вокруг там, пазика, да, как в Кирове играют в футбол у храма, ни с того, ни с сего, на неблагоустроенной площадке, сразу можно посмотреть, и это, наверное, приятное, да, чувство, когда ты вот такой, а у вас вообще цель всю карту заполнить в итоге? Цель, цель, нет, не всю карту, мы, мы говорим про себя так, что мы издание, которое пишет про регионы из регионов, ну, в смысле, реальная жизнь в регионах от тех людей, которые живут, там присутствуют, не федералы, которые приезжают на какой-то, на суд, какому-нибудь оппозиционному политику в Киров, и, значит, пишут отсюда репортажи. У нас, значит, наша стратегия, это 31 европейский регион без городов-миллионников, потому что, если ты придешь в Казань или в Самару, там другие правила игры и бюджеты, и Кавказ, заключение Кавказа, потому что там есть похожий ресурс, кавказский узел с похожей структурой, это наши друзья, у которых мы очень многому научились. Возникла вся эта история в Сыктывкаре, потому что как раз там в 2009 году закрылась, значит, газета независимая, и вот предыдущий губернатор, ныне арестованный, предпредыдущий тоже арестованный, значит, они были такие, они были травоядные, они не использовали никогда силовиков для решения своих политических проблем, это всегда был пиар, то есть они маргинализировали своих оппонентов, общественников, независимых журналистов, давили на редакции и так далее. И вот, когда газета закрылась, появился вакуум, и мы поняли, что его нужно восполнять, и уж тем более писать много о людях, которые меняют жизнь вокруг, в городе, в районе, и так далее, танизовая инициатива, это рассказ про какие-то, не знаю, центры помощи детям, или волонтеров, которые помогают этим бездомным собакам, или общественникам, которые организуют дискуссионные клубы, и так далее. И это в центре нашего издания, собственно, оказалось. И темы, которые касаются людей, темы, о которых молчат другие СМИ в силу разных причин, аффилированности, или купленности, или цензуры, социальные проблемы. Мы понимали, что, ну вот, например, там, не знаю, в городе Кирове есть несколько изданий, в которых в штате 7, 6, 5, не знаю, журналистов, и вряд ли один журналист, который у нас есть, или двое штатных, могут с ними соперничать, чтобы писать обо всем. Поэтому вот эти темы мы выбрали, и только про эти темы и пишем. Когда мы стали рассказывать про то, как мы работаем, вдруг наш коллега из Рязани, ну, в смысле, журналист из Рязани знакомый, сказал, о, как классно, мне бы хотелось, чтобы такая страничка появилась не только в Коми, это было 6 лет назад, но и в Рязани. В этот момент мы подумали, что это хорошая стратегия развития, и, собственно, так стали подключаться регионы. Ну, в смысле, мы открылись в Рязани, в Мурманске, в Кирове, в Мариел, потому что сайт готов, всего лишь нажал на карту, добавил регион, и дальше теперь, ну, выстраивая работу внутри редакции. Работай, собственно, работай, работай, и больше-то здесь, ну, ничего. И вот, ну, сейчас у нас, да, около 10 регионов, откуда новости идут постоянно, и еще, скажем так, такие регионы, где нет штатного журналиста, где мы заказываем тексты на очень важные события общественные фрилансерам, или где просто есть блогеры, которые заинтересованы писать на, ну, какие-то общественно важные темы, да, это не бьюти-блогеры, или там не автомобилисты, а те, которые, не знаю, пишут про школу, или пишут про дороги, или пишут про избирательную компанию, да, или пишут про, какую-то несправедливость, с которой они сталкиваются в больнице ли, в банке ли, в автобусе ли, и так далее. В общем, жизнь во всех ее проявлениях таких красивых и не очень красивых, да. Да, и вот, скажи, пожалуйста, что касается журналистов, потому что мы возвращаемся и к сегодняшней теме, вечером будет встреча с журналистами, то есть заявки, когда подключается новый регион, вы туда заходите, предлагаете, или они вам звонят. В случае с Рязанью, это такое знакомство, да, и решение совместное. Сейчас это уже ситуативно, по-разному происходит. В Рязани, когда первый регион открылся, это был запрос от журналиста, который целый год работал, в смысле писал бесплатно, он работал на свое имя, и там создавал свое имя, на ресурсе, который давал ему такие возможности. Потом мы, те регионы, которые были нам интересны, или которые были похожи на Коми, или соседские с нами регионы, мы туда приезжали и просто общались с журналистами, общались с теми людьми, которым мы доверяем, и открывали регионы. Сейчас уже обратный эффект, когда сами люди пишут и говорят, какие возможности есть для того, чтобы работать вместе с вами, и все зависит от каждой конкретной ситуации. Но здесь, надо честно признаться, что все-таки есть вакуум, потому что события последних лет, не знаю, 5-6, заставили действительно принципиальных журналистов либо уйти из профессии на время, потому что нет возможности работать так, как бы они хотели, не поступая с принципами. Либо они просто перешли на темную сторону, потому что ипотека, потому что, не знаю, семья и так далее. И это какой-то внутренний компромисс, работать на, не знаю, на условно-квази-государственной медиа. Либо уехали. Либо уехали, да. Я просто помню наш разговор, мы с тобой давно знакомы, два года назад, когда я сказал, что у меня есть идея, значит, как мне найти журналистов в Кирове для нашего портала. Ты сказал, если ты заберешь у меня человека, я тебя грохну. Вот. Я сказал, нет-нет, мне другая идея есть. И в итоге в Киров приехал журналист из республики Коми. Работает здесь, здесь два года. Работает теперь. Кассия замечательная, Катя Клепиковская. Мы подключаем. Расследование, да, можете почитать у нас на вкладке. Расследование 7 на 7, прям в шапке ее, и из Кирова. Вот это, к слову, о том, что ситуация в регионах разная, и чем меньше людей живет, ну, условно, не знаю, в Кирове, это там, не знаю, сколько это, 500 тысяч жителей, там, не знаю, в Сыктывкаре это 250-270, там, по разным подсчетам и так далее. И где здесь, ну, как бы школа, где здесь взращивать, где здесь там, какие-то, ну, в смысле, школа в широком смысле слова, не только журфак. Вот в Сыктывкаре у меня подруга вела курс радиожурналистики на, в отделении, в местном университете на пятом курсе, и студенты на пятом курсе первый раз диктофон увидели. Ну, что, ну, как бы, о чем мы говорим, о каком уровне образования. Если ты заходишь в МГУ, и там висит объявление на журфаке, что там 14 сентября, послушайте, пожалуйста, программы, которые записали первокурсники, поставьте им оценку на нашем сайте. Лучшая группа получит допуск к зачету, худшая будет, значит, здесь отрабатывать. На 14-й день учебы, да, люди уже записывают программы. Ну, да, сильные независимые медиа, которые бы давали бы площадку, где были, где, 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 которые сами бы школами выступали. Сами школами. Это не в упрёг, я говорю, о том, что везде, везде такая ситуация, и мы видим же по карте России, что, ну, там есть такие центры сильные, в смысле, где сохранились. Там Калининград, замечательные тексты, или, не знаю, Екатеринбург, или Новосибирск до последнего времени, или Саратов, и мы видим, или Пермь, где, где есть те места, где люди с опытом, и они дают площадку новым. Молодёжи, учат их, показывают, как это может быть. Вот мы сегодня вечером увидим с тобой, какое количество людей соберётся в галерее «Прогресс», где как раз Максим Поляков будет говорить о журналистских расследованиях, и давать советы, и отвечать на вопросы. Напоминаю, что галерее «Прогресс» сегодня в 7 часов вечера. 18.30. 18.30. Да? 18.30. Всех заинтересованных там ждём. Благодарим, Максим, что пришёл ты к нам, слава богу, по перелётам, как мы сказали, из Лондона в Сыктывкар, к нам заглянул. Надеюсь, что встретимся ещё неоднократно, и здесь, в этой студии. Ну, а так, конечно же, сил нам всем, удачных расследований, в том числе, и эффективных, самое главное, пусть даже годы проходят, чтобы всё-таки мы добивались, своих справедливых требований. Спасибо. Максим Поляков, заместитель главного редактора межрегионального интернета журнала «Семь на семь», Светлана Занько, Владимир Смитальев. Да, через 20 минут слушайте особое мнение Андрея Усенко, вице-президента ВТП, члена ОПРФ, ведущая Анна Лапшина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова